Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске мы продолжим разговор об органических удобрениях, в том числе, которые допущены к использованию в органическом сельском хозяйстве. Мы поговорили с вами о костной муке, о мясокостной муке, и сегодня пришла очередь поговорить о рыбной муке. Но прежде чем я начну рассказ об этом удобрении, я хочу напомнить, что если вы ведете органическое сельское хозяйство, ну конечно это не касается рядовых огородников, садоводов, это касается фермеров, которые сертифицировали свое производство как органическое или планируют такую сертификацию. Надо помнить, что если вы используете отходы от сельскохозяйственных животных, ну то есть это рыбная мука, это если это прудовая какая-то рыба, не выловленная диким образом, в диком месте, если это, например, костная мука, мясокостная мука, то вся эта продукция должна быть получена от органических животных. Органические животные, это те животные, которые были выращены органическим способом, то есть как минимум выкормлены органическими кормами и без использования средств, которые не разрешены в органическом производстве. Ну там без антибиотиков, синтетических добавок кормовых, без гормонов и так далее. То есть не любая мясокостная мука, не любая костная мука является органической, подходящей для органических продуктов, для производства органических продуктов. Все эти удобрения также должны быть сертифицированы как органические. Это замечание, которое меня попросили сделать органические фермеры в комментариях к моим видео. И это действительно важное замечание, иначе того, кто хочет сертифицировать свою продукцию как органик, органическую, это может вести их в заблуждение, что они могут пойти и купить там любой комбикорм или любые какие-то продукты, не сертифицированные как органические, и использовать их в производстве органической сельскохозяйственной продукции. Окей, ну это такая на самом деле маленькая узкая категория людей, но спасибо им, что они смотрят наш канал, и спасибо им, что они, ну так сказать, выражают подобного рода просьбы. Для них это важно. Хорошо, вернемся к рыбной муке. Рыбная мука, исходя из своего названия, понятно, что она готовится из цельной рыбы, высушивается рыба и перемалывается, измельчается. Сюда входит состав и кости, и плавники, и головы, и кишки, и там икра, ну все, что есть в рыбе, то есть она не разделывается. Эта мука содержит значительное, огромное количество органического вещества, гораздо больше, чем, например, костная мука, и даже мясокостная мука. Поэтому состав этой рыбной муки от той же мясокостной муки немножко отличается. Здесь больше азота, здесь соотношение азота, фосфора и калия примерно как 10-2-2. Ну, может немножко различаться состав, в зависимости от самой рыбы, там, от хранения, от особенностей измельчения и так далее, может быть там 8-2-1. Но вы уже можете видеть, что рыбная мука содержит гораздо больше калия для наших растений. Хотя, конечно, количество его по сравнению с тем же сульфатом калия, там, с китоминеральными удобрениями, или даже с зеленой бродиловкой, или компостом, который вы делаете на основе растений, оно ничтожно и никак не может удовлетворить потребности растений в калии. Если сравнивать с мясокостной мукой, то здесь еще больше азота. Это означает, что избыточное применение рыбной муки может привести к жированию ваших растений, которые склонны к этому неприятному явлению. Ну, например, томата. Поэтому при использовании рыбной муки используйте более умеренные дозы ее при закладке, например, в лунке, или при внесении в почву смеси. Вот при закладке в лунке, при высадке рассады томата на постоянное место, используйте примерно пол столовой ложки, ну, максимум 2 трети, не целую столовую ложку. Иначе ваши растения зажируют. Точно так же немножко надо уменьшать, примерно на треть количество рыбной муки, то есть 2 трети от половины столовой ложки до 2 трети столовой ложки на 5 литров земли, на пол ведерка земли, при приготовлении таких смесей. Чтобы не ужировали ваши растения. Необходимо также помнить, что обилие органики, белка в первую очередь, но также жиров приведет к бурному развитию микрофлоры, разнообразной микрофлоры. Это и хорошо, и плохо. И точно так же, как в случае с мясо-костной мукой, вам необходимо готовить почву смеси с использованием рыбной муки немножко заранее, для того, чтобы выделяющиеся в большом количестве аммиак и сероводород, другие газики, не помешали всходу семян, прорастанию семян, схожести семян. И не помешали хорошему росту рассады. Примерно месяц-полтора необходимо на созревание грунтов, используемых для посадки комнатных растений, для высадки посева семян рассады, пересадки пикировки рассады, чтобы земля эта с добавлением рыбной муки полежала. Как и в случае с мясо-костной мукой, лучшим компаньоном для рыбной муки также являются баверия и метаризиум. Поэтому препарат-защитник садовода-огородника Форте является наилучшим вариантом для прибавления к смесям при приготовлении почвенных смесей вместе с рыбной мукой. Но у рыбной муки есть еще одно замечательное преимущество перед мясо-костной мукой. Они-таки достаточно похожие, да, только азота чуть больше здесь. Какое преимущество? Рыба, особенно морская рыба, если из морской рыбы приготовлена вот эта мясо-костная мука, то она содержит значительное количество микроэлементов. Это и йод, это и селен, это и многие другие марганец и цинк, там и медь, и многие-многие-многие другие микроэлементы, которым не хватает не только растениям, но вот нас в Беларуси, наследник, да, до середины Беларуси и дальше шел и закрыл от нас доступ к этим микроэлементам. Поэтому и растения, и люди страдают от нехватки многих микроэлементов. Поэтому при использовании рыбной муки, полученной от морской рыбы, вы одновременно обогащаете почву и, как следствие, продукцию этими самыми микроэлементами. Ну, конечно, кто-то скажет, слушайте, такой сложный путь, найди ты эту рыбную муку от морской рыбы, потом положи в землю, но потом этот помидорик съешь. Не проще ли устраивать раз в неделю, там, рыбный четверг какой-нибудь и насыщать свой организм этими самыми микроэлементами? Скажет и будет совершенно прав. На самом деле, да, гораздо проще купить минтай, там, ну, что угодно, скумбрию, кто что любит, хотя бы раз в неделю устроить себе рыбный день, и вы свой организм вполне насытите многими недостающими вам микроэлементами. Вот по какой цене покупать эту рыбную муку? Когда вы идете в магазин, в садовый центр, конечно, вы видите небольшие упаковки подобного рода удобрений и, конечно, видите цену. Ну, вот я в магазине такой шаговой доступности строймаркете с садово-огородным отделом большим нашел эту самую рыбную муку по цене за 2 литра, но это, считайте, за килограмм. В то же время в магазине, где продаются комбикорма, это немножечко за городом, но по пути мне в деревню, вот огромный широчайший ассортимент всевозможных кормов по цене гораздо ниже, чем то, что продается в садовых центрах. Я поэтому купил вот такую вот упаковку этой самой рыбной муки, здесь 5 килограмм, я ее купил за 14 белорусских рублей, то есть там килограмм, а у меня 5 килограмм за 14 рублей, почти в 5 раз дешевле, что, конечно, является гораздо более выгодным при использовании в огороде. Поэтому надо 10 раз подумать, а надо ли вам оно за такие деньги, если у него нет таких значительных существенных преимуществ. Ну, кстати, к одному из преимуществ надо отнести то, что при добавлении рыбной муки в лунки, мясокосной муки, но в первую очередь рыбной муки, грунт начинает какое-то время пованивать, подванивать из-за разложения этой муки. И вот по моему опыту кроты разбегаются во все стороны. Вот такой же эффект, ну, по крайней мере, в период разложения, да, когда подванивает. Аналогичный эффект происходит, когда вы закладываете туда, ну, свежую рыбу или рыбные отходы, там, головы, кишки, плавники, о чем мы на нашем канале как-то говорили, что вот эти рыбные отходы вполне являются так же, ну, вообще бесплатными, мы уже заплатили, когда рыбу покупали, бесплатными такими удобрениями. Нет, совсем неплохо. И вот этот вонище, вот это внутри земли, которое распространяется, она хорошо отгоняет кротов. Но, возвращаясь к цене, надо сказать, что, конечно, вы всегда очень сильно платите за упаковку. Вот в этом смысле мне очень импонирует, очень нравится подход такой компании, как семена Алтая. Вот у них на сайте, когда я там посматриваю ассортимент семян сорта какие-то, ну, что-то такое. Вот мне очень понравилось, что они очень честно пишут, что вы можете купить бумагу, да, с семенами, а можете купить семена. И разница в цене, если пакет красочный, если пакет не красочный, она существенна, иногда больше, чем в два раза в цене разница. И понятно, что когда вы покупаете пакет с картинками, ну, вы покупаете эмоции, вы покупаете, так сказать, ну, какие-то вдохновения и так далее. Ну, если вы готовы платить за это деньги, платите. Но я не готов. Конечно, я вот открыл эту упаковку с рыбной мукой, которую фактически купил в пять раз дешевле, чем то, что продается в садовых центрах. И немножко шило, да, напомнило, потому что я нашел вот такую вот этикетку странную внутри. Ну, это казахского производства рыбная мука, значит, нашел этикетку на крупу рис почему-то, не знаю, каким контрабасом ее в Беларусь вот это все возят. Но, как бы там ни было, эта рыбная мука, она хорошо идентифицируется, она коричневого цвета, она имеет характерный запах, ну, такого корма тоже, как и мясокосная мука, очень похоже. Такого корма для животных или там корма для рыбок, который вот там в зоомагазинах продается и так далее. То есть такой характерный запах животного происхождения рыбного. Но, как бы то ни было, это удобрение не то, которое обеспечит вам, ну, суперудобрение, при использовании которого там в маленьких дозах даже вы получите суперурожай. Как и костная мука, как и мясокосная мука, рыбная мука не является таким эссенциальным источником питательных веществ. В этом отношении полноценный компост из растительных остатков, с какой-то ботвы, там еще из чего-то, и грамотное применение минеральных удобрений, грамотное применение микробных удобрений, оно всегда приведет даже к лучшему результату, нежели чем использование, ну, достаточно дорогих для наших кошельков и не таких уж обязательных, не таких уж фантастических по результатам удобрений, в том числе, как и рыбная мука. Ну, конечно, в тех регионах, где рыба там достается бесплатно, там используют этот природный ресурс, ну, мы в лес ходим, а кто-то в море ходит, да, там за рыбой, например. И когда-то было такое, когда виноградники там даже в Крыму там где-то еще закладывали, там чуть не по бочке, рыбы закапывали для того, чтобы надолго обеспечить, ну, может, это какие-то почти мифические технологии, там бочку рыбы закопали, там все сдохнет в радиусе, там, 20 метров, потому что просто сероводород аммиак убьет все. Ну, по крайней мере, в документах такие сведения есть, что так делали при закладке виноградников. То есть это традиционное удобрение, но если оно вам достается бесплатно или почти бесплатно, а если вы покупаете за дорогие деньги, то на самом деле можно найти массу гораздо более выгодных и разумных и рациональных альтернатив. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи!